Это сделалось не с чистого листа, это все отрабатывалось в опытной лаборатории, которая есть в Москве. Отрабатывались все технологии, проводились испытания, проводилась разработка конструкции. Уникальное производство композитных элементов авиационного крыла для авиастолицы – это большой шаг в небо. Соглашение о сотрудничестве и строительстве завода правительства региона, объединенные авиастроительные корпорации и компании «Аэрокомпозит» подписали еще в феврале 2010-го. Сегодня мы говорим, что наши авиастары уже аэрокомпозиты совместно выпускают и будут выпускать самолеты не из металла, а из композитов. Мы видим новые отрасли производства изделий для ветроэнергетики. Делаем крылья ветра. Производство лопастей ветряков первое в стране на территории нашего региона появилось в 2018 году. Буквально за полгода вышли на серийное производство и международный экспорт. А это дополнительный стимул развивать речной транспорт и инфраструктуру. Что касается автобусов, то новенькие «Семазы» уже пополнили автобусный парк области. В наступившем году запланирован серийный выпуск новейшего метанового пассажирского транспорта. Кузов по-прежнему сварной. Боковины, крыша из оцинкованной стали по технологии приклейки. Так что можно быть уверенным, что во время движения кузов не развалится. Он герметиком приклеен на века. Конвейеры ульяновского автопрома работают и на межрегиональный экспорт. Автобусы соответствуют всем современным стандартам комфортной и доступной поездки. Качеству соседи доверяют. Один из главных маркеров – внедрение японской технологии марки «Исузу». Одного из инвесторов, пришедших в регион. Многие предприятия, которые пришли в ульяновский регион, новые предприятия, конечно же, шли сюда и выбирали ульяновскую область в качестве базы. Не случайно. В законодательстве ульяновской области были проведены большие-большие изменения. Предоставлены налоговые преференции, предоставлены административные, в том числе, льготы. Провел в режиме онлайн переговоры с российским инвестором, который планирует разместить в регионе производство инженерных пластиков. Новое производство позволит привлечь в экономику региона более 7 миллиардов рублей инвестиций и дать работу 50 жителям региона. Инвесторы – это вторая жизнь площадки Димитровградского автоагрегатного завода. Дипмастер начал создаваться в 2018-м. Сегодня сюда активно заходят новые резиденты. Благодаря экономической политике области, компании быстро окупают затраты на организацию производства и приносят доход в региональную казну. Только промзона Заволжье ежегодно приносит 5 миллиардов рублей налоговых отчислений. А еще это рабочие места и высокая квалификация персонала.